всем доброе время суток с вами канал ВОХА 54 и я Владимир ну вот опять модернизировал я свой присадочник и покажу как я это сделал то есть помните из видео здесь дрель стояла теперь я ее убрал и поставил фрезер вот сделал две станины вот так вот плавающие вправо и влево установил фрезер и сделал такой вот прижим вот как на ручке видать да вот он настраивается и прижимать заготовку вот такого плана и прижимая заготовку то есть заготовка кладется и он прижимает вот он подстраивается подтягивается и он постоянно в этом направлении прижимает заготовку здесь у него вот такая вот риска центра сделано на власточкин хвост то есть она поднимается и опускается и может любую ну не любую определенную глубину использовать то есть даже самые мелкие элементы она будет присутствовать это риска вот здесь установлен фрезер вот так вот он вот через колено чтобы репетировать его вот видать да и встроен он в лифт ну это как настоящий лифт то есть сам лифт вот это а вот эта шахта сделано сделано просто все это квадрата это просто примыкает к основе и соответственно сделано сделано вот такой болт там стоит windows и там шляпкой вниз шляпка сточено сделано пота и закрыты вот такой пластины прикручен саморезами он и подымает соответственно прокручивается там и тянет на себя а самую механизм который тянет это вот этот винт и здесь стоит вот такая вот с хомутом с такого хомута многие увидели конечно вот просто здесь сервится сверлом на 6 а потом отсюда сверлом на 9 это резинка снимается и потом оттуда сверлом на 9 и вскрывается гайка просто аккуратненько чтобы не вызвать не это не отлетела не высушить ее и все и получается вот такая вот такой вот как бы движущий механизм вот здесь контрагайка она потом попозже покажу вот вот лифт он сам и поднимает здесь у него две прорези вот так это в шахте прорези уже больным называть своими именами а в самом лифте просто отверстия и по дереву шляпка м6 и по дереву шляпкой то есть и она там приклеена ну естественно там квадратик у него есть по шляпкой и он туда вдавленной гайкой и склеим свет сделано вот вот такого плана все и все и лифт работает все прекрасно подымает а вот эти бака в самом самом лифте вот эти бака просто надо намазать парафином ну короче свечку надо взять и намазать вот так вот и вот так у спозиционировалась и просто доклеились вот такие вот речки они играют роль упора как паза просто приклеены и все и вот они со всех четырех сторон вот так вот это видите они четырех сторон и просто до клей то есть позиционировали ее и приклеили приезжали и все и она там она там ходит вот сейчас покажу да здесь просто вот видите палат полозе и туда вставлены буковые палочки и они это намазано литолом и они там создают плавность хода но она вообще фиксируется у нее здесь вот винт есть он фиксируется и не дает станина ходить станина заклеена наждачной бумагой чтобы не скользила вот здесь у него здесь я поставил вот такие вот упоры то есть они откручиваются но это увидите тоже и перебрасывается на ту сторону просто никогда не нужны они стоят здесь если работаешь по вот этой разметки то они не нужны а если допустим на ус они на эту сторону перебрасываются и выступает как упоры сейчас посмотрите как это все работает например по разметке то есть берем угольник наносим делаем линии где нам где у нас должны пройти дюбеля и долбим вот вот и все буквально две минуты и два соединения готовы оставляем доминушки также он может и шканты делать и также может делать домино вот смотрите насколько все точно здесь также все точно ведь еще даже угольник поставлю вот это если такое сделать вот видите насколько все точно если такой сделать то это ускорит процесс намного быстрее чем допустим там какие-то шканты и вот это для сделал для для мелочевки для такой вот так же и работает по упорам сейчас я настроил по упорам и покажу и так вот наша рамка вот я углы зарезал это показательное выступление и как бы это рамка не замуж куда и пойдет вот и и что надо сначала сделать надо сначала разметить первый угол то есть где у нас пройдет доминушка вот так вот выставляется на это я нанес разместу и и вот так вот угольник уголок ложится вот этим вот местом и отрисовывается где пройдет доминушка у нас шип вот потом а настраивается упор то есть упор должен совпадать вот с этой линии видите у первого сюда совпало линия и вторая сторона также а это тоже настраивается просто к линии ставится вот так и подводится упор и и все и все настроено и можно долбить массово то есть хоть сколько вот там допустим фасады или что такое для фасадов это очень вообще очень отличная вещь фасады рамки да и двери можно без проблем в общем довольно таки удачная штука получилось вот и сейчас и мы ее продолбим все а тут уже без разметки это я не на лицевой стороне сейчас и все продолблю да и но м а и а и и и и а и Субтитры создавал DimaTorzok 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 И последнее вставляем Вот и всё И рамка полностью готова все углы точно пришли сейчас трубцинками подожму что видно было что они нормально пришли вот и все и рамка готова буквально пять минут и все сошлось вот на глаз так зарезал как побыстренького 1 раз зарезал вот такой присадочник сейчас я все обду и приберусь и покажу как лифт работает вот так вот лифт работает то есть снимается с этих тормозов вот и здесь также такой же тормоз и вот это и вот этим барашком это 0 ну или опускать этапы подымать ну просто по разность с разной стороны стоишь и ориентироваться на резьбу и раз просто голова не о том думает вот и начинаем подымать вот я здесь черточку поставил специально и все крутим и смотрите как он движется видите все подымает и можно довольно таки тон тонко настраивать видать что он ползет вот подымается довольно плавно потому что воском он намазанный также и опускается вот сейчас вниз пошел вот сейчас все уже ниже черты пошел вот видать да все вот так вот он и работает характеристики какие уже сами зададите то есть у него что по этой длине здесь это винты вот такие вот стоят вот и они ограничивают этот паз то есть если их убирать то можно долбить и 10 сантиметров и 15 тут уже по желанию а глубина тоже вот она у меня фиксируется но она по фрезе то есть какая фреза такая глубина семерку поставить и значит семерку будет долбить восьмерку значит восьмерку на 80 миллиметров и имею ввиду длина вот чё тут еще высота я показал от лифта тоже зависит то есть в запасе у меня четыре сантиметра опять сантиметров ну тут маленькой погрешности пол сантиметра где-то заберет ну где-то заготовку на 90 можно продолбить при желании конечно но такие мало фасадов таких там или киста не бывает вот здесь вот этот где ласточкин хвост вот это место вот она стоит он с этой стороны тоже у него винт ограничительный вниз он как бы свободно вниз и он фиксируется а вверх он как бы сама на туда не выпрыгнуть уже вот вот такой присадочник это тоже вот она позиционируется и при опускании она выравнивается и все прижимает то есть это рычаг дополнительно очень удобно все прижимать здорово как вы только что видели а потом за ненадобностью снимается эти упоры просто откручиваются и убирается то есть это вот такого плана здесь сделано прорезь и она просто он перебрасывается сюда и все и стоит если его совсем надо убрать то соответственно просто снимается и убирается в сторонку если здесь гайка мешать будет там заготовка высоко то просто снимать выбирается в сторону также можно делать и шканты то есть как по разметке также через упоры просто ставится по линии по центру прижимается заготовка и просто один упор 2 упора ну и дальше вы уже все поняли вот на торце допустим так же у меня нет надеюсь контов их надо делать просто как бы домино и здесь также то есть линии и все если работать по линиям можно просто вот так вот таким вот то есть не рисовать через угольник а вот допустим две заготовки встречаются вот так вот 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 так вот надо их продолбить то есть но без упоров если то берется просто вот такой вот рейсмус либо вам угольником придется чертить то есть что то вымерять а вот этот рейсмус вот как я уже показывал он тоже просто вот берете раз и два вот и все и линии совпадают вот они и не надо ничего вымерять то есть от края какое надо расстояние делать все долбится вот ширину паза юбилей толщину вот по фрезам то есть какие фрезы там ты допустим 5 миллиметров можно сделать это можно допустим это восьмерка вот и соответственно этот присадочник он опускается очень низко поэтому даже можно наличник там на какие-то вот на такую фрезу допустим сделать ламельки 5 миллиметров и соединить все вот ну вот как бы все на этом я заканчиваю всем удачи до встречи